Всем привет, меня зовут богатейший Ди. Помните этот прогноз? Биткоин будет стоить 1 миллион долларов, и вот почему. Под конец 2020 года один биткоин будет стоить целый лимон баксов. Звучит невозможно, даже глупо. Хотелось бы, чтобы биткоин хотя бы 10 тысяч долларов стоил, прежде чем отправляться выше. Так напишешь в комментариях ты. И я с этим согласен. Но как инвесторы мы должны пытаться прогнозировать движение актива в будущем. 2020 год не так уже и далеко. Его макушку уже видно, поэтому давайте на ближайшие 10 минут представим, что этот прогноз оправдается. Ведь правда в том, что и 20 тысяч долларов когда-то казались невероятной, недостижимой цифрой. Математически и такая цена может быть оправдана. На этом сайте можно проследить за актуальной ценой биткоина и той ценой, которая должна быть, чтобы к концу 2020 года мы увидели миллион долларов за монету. А если вы хотите узнать актуальные курсы на биткоин и другие криптовалюты, добро пожаловать на мой мониторинг обменников Exchange Sumo. Здесь я добавил множество криптовалютных пар и они будут обновляться. Я над этим всегда работаю. Ссылка в описании. Актуальная цена это синий график. Необходимая прогнозируемая цена это красная перевернутая парабола, которая берет начало в 2017 году. Если быть точнее, начало параболы совпадает с 29 ноября 2017 года. Именно в этот день Джон Маккафи предложил свой прогноз на будущее биткоина. 1 миллион долларов к концу 2020 года. А продолжается эта парабола аж до конца 2020 года, к тому самому дню, когда биткоин по таким прогнозам должен стоить 1 миллион долларов. Я посчитал, насколько биткоину нужно расти в день, чтобы достичь миллиона долларов спустя почти 2 года. Совсем немного для этого на самом деле нужно. Главная криптовалюта должна расти на половину процентов в сутки на протяжении всего этого времени. И тогда, к концу 2020 года, ее стоимость будет равняться миллиону долларов за монетку. Как мы видим на этом графике, в прошлом декабре рынок был очень перекуплен. График был намного выше прогнозируемого. В конце весны этого года мы идеально коснулись прогнозируемой параболы, но с тех пор мы все больше и больше отстаем от нее. И с каждым днем это отставание все больше. Давайте посмотрим, что нас ждет в будущем. Через полгода биткоин должен стоить 56 тысяч долларов. А отметку в 100 тысяч долларов биткоин преодолеет спустя 10 месяцев. И уже через год после этого цена достигнет миллиона долларов. Ух, жарко будет. Сейчас часто задают вопросы. Стоит ли ждать очередного дна? Будет ли оно? Я вам отвечу очень просто. В будущем станет абсолютно неважно. Зашел ты на отметках в 4 тысячи, в 6 тысячи или в 8 тысяч долларов. Все эти американские горки будут выглядеть почти прямой линией. А вот нового дна ты можешь и не дождаться. Будет как сегодня. Вот бы я зашел биткоин вот здесь, когда он стоил 200 долларов. Или даже вот здесь на пике, когда он стоил 1000. Поэтому я верю, что наступит время и появятся люди, говорящие Черт, почему я тогда за 6271 доллар 68 центов не купил? Но это только мои мысли. Я понимаю, что многие сейчас не готовы так думать. Для этого требуется не слабый такой самоконтроль собственных эмоций. Эмоции на рынке всегда мешают. Да по-моему они вообще везде мешают. Говоря реалистично и честно, никто не знает будущего. И я не исключение. Люди не верили, что биткоин вырастет до 1 доллара. Потом он вырос до 10, потом до 1000 и 10 тысяч долларов. Всего за 2 года до того, как биткоин преодолел 10 тысяч баксов, эта цифра казалась невозможной. Фантастической. Может ли биткоин достичь миллиона долларов за монету? Да, математически это возможно. Но чтобы это произошло, капитализация биткоина должна достичь 20 триллионов долларов. При том, что капитализация криптовалютного рынка даже на пике не достигала триллиона. Общая капитализация фондового рынка США на данный момент составляет 32 триллиона баксов. Не знаю, к чему это я сказал. Просто для сравнения. Намного проще спрогнозировать такое яркое будущее биткоина в размере 1 миллиона долларов за монету, если вернуться немного в прошлое. На этом графике просадка этого года выглядит совсем не страшно. А прогноз в миллион долларов кажется уже не таким фантастическим. По крайней мере для меня. И самый главный инструмент, которым вы должны уметь пользоваться на рынках, это не технический анализ, не фундаментальный, не сигналы, не советы, не курсы, а терпение. Да, терпение это самое главное. Но даже если биткоин никогда не достигнет миллиона долларов за монету, я все равно считаю, что у этого рынка полно места для роста. А что думаете вы по этому поводу? Пишите в комментариях, не забывайте поставить лайк, поделиться видео с друзьями, подписаться на канал, группу, телеграм, пользоваться моим мониторингом обменников викшейш сумок. Все ссылки будут в описании. А меня зовут Богатейший Ди, обязательно богатейте и до скорого.